Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ с последними событиями к этому часу в студии Махач Курбанов и коротко о главном. По следам сюжета ННТ Сергей Меликов отреагировал на материал наших корреспондентов о беженке из Украины. Подробности через минуту. Я благодарю искренне руководство канала. Я благодарю этих журналистов, которые передали эту информацию. Деньги на мусор. Почему в республике до сих пор затягивается реализация федерального проекта по ликвидации свалок? Вопрос накануне обсуждали на заседании правительства региона. Так не бывает. Вы претендуете на 30 миллионов и 30 сколько-то. 40 миллионов рублей, вы получили аванс и спокойно сидите. Все пошло на Урбечь. О проблемах сбыта богатого урожая абрикосов и не только расскажут наши корреспонденты. Ринг в центре города. В дагестанских огнях прошел 11-й турнир промоушена Universal Fighters Selection. По следам сюжета ННТ глава региона Сергей Меликов отреагировал на материал наших корреспондентов о беженке из Украины, которая сама строит себе дом. Напомним, историю учительницы Марья Меглинской наши корреспонденты рассказали накануне в выпуске новостей. Не прошло и суток. Глава Дагестана поручил оказать женщине всяческую поддержку и помощь. Меглинскую навестили министр труда и соцразвития республики, представители мэрии Каспийска и представители депутатского корпуса. Сергей Алимович узнал, что здесь проживает уже 8 лет Марья Мюрвиновна, которая по воле судьбы приехала с территории Украины. Она самостоятельно начала строительство своего дома. Она работает учительницей, воспитывает одна своего ребенка. Но в силу отсутствия необходимых материальных средств она не может осилить строительство. Мы вот сейчас его не посмотрели. Действительно, с мерией города Каспийск мы вместе окажем необходимую помощь. К нашему большому счастью нашелся и меценаты, которые готовы оказать такую помощь посильную. Я думаю, в ближайшее время мы окажем помощь, и она будет жить под своей крышей. Буквально сегодня с прорабом вместе мы выехали сюда, и было принято решение, что он полностью всю коробку ей поднимет комнату. Стены, крыша, все будет. С целью только помочь человеку. За ее труд, труд педагога, то, что не оставляет это дело, несмотря ни на какие жизненные трудности, она как педагог, просто все восхищаются ею. Мария Меглинская говорит, что не ожидала такого всеобщего внимания и поблагодарила всех причастных к решению ее проблемы. После сюжета телеканала ННТ эта информация дошла до главы республики. Я благодарю искренне руководство канала. Я благодарю этих журналистов, которые передали эту информацию. Благодарю всех небезразличных, кто приехал поддержать меня. От несанкционированных мусорных свалок Дагестан, по всей видимости, избавиться не скоро. Как выяснилось на заседании правительства региона, реализация проекта «Чистая страна» в республике идет очень слабыми темпами. Все зависло на стадии проектной документации, которая никак не может пройти экспертизу. Разумеется, такому положению дел никто не рад. Так не бывает. Вы претендуете на 33 миллиона рублей, вы получили аванс и спокойно сидите. И пока вас сейчас не беспокоит Министерство Родных Республик, у вас все спокойно, все хорошо. Получится, получится. Нет, утром хамокчай выпил. Так не пойдет. Одно год селись, почему спит? Видишь, заказчик? Да, заказчик, мы не отдадим. Претендуйте сначала к вам. Я их знать не знаю. Я даю вам время, месяц. Давайте, разберитесь. Даниман Ильич Розунович, вы мне докладываете через каждые три дня, что идет. Евгений Розунович, надо будет выехать в Москву. Пускай уезжает. Пускай берутся они с собой, Магомеда с собой, Виктора с собой. Вы езжайте, встречайте. Прокуратура может. Нет, я так не оставлю. Вы что это? Вы хотите, чтобы лагестанский народ над нами смеялся, что ли, здесь? То это, прости, то то, прости, то и... А для чего тогда здесь мы? Так не будет. Я обращусь, официально обращусь за регистрируем, как положено, копию усилебов держат. И посмотрю, какие меры прокуратского реагирования этих принят. Мне через три дня доложите, что девается. Напомним, в прошлом году правительство инициировало разработку проектной документации по ликвидации инсекционированных свалок в городах Хасавюрт, Каспийск, Южно-Сухокумск, Буйнакск. На эти цели были выделены необходимые средства. Общая стоимость контракта составила более 30 миллионов рублей. Аванс в размере 10 миллионов рублей был оплачен подрядчику своевременно. Однако это не гарантировало исполнение всех обязательств. По словам представителя подрядной организации, на это были причины, связанные с нововведениями в законодательстве. Мы сделали первую попытку, скажем так, загрузить, провести общественные слушания. И в связи с тем, что был принят новый закон, и слушания проводились, в принципе, по-другому раньше. То есть подавались в СМИ публикации о приведении. Но статья 999 от сентября месяца того года, это все упразднило. Поэтому ввиду таких, скажем, технических и с нашей стороны ошибок, получилось так, что мы загрузились в Росприводнадзор по слушаниям. И нам сказали, что вы неправильный информат загрузили, так как не было понятно, не было еще до конца разъяснена вот эта статья 999. В этой статье есть определенные нюансы, которые и специалисты до сих пор не могут нам внятно объяснить в Росприводнадзоре. Поэтому вот в связи с этим и получилось. К первому сентября в Дагестане откроют 15 детсадов и 4 новые школы. Об этом сообщил вице-премьер Дагестана Муслим Телекавов. Два среднеобразовательных учреждения появятся в Хасавюртовском, по одной в Фахтынском и Магарымкенском районах. Открытие дошкольных учреждений планируется в Каекенском, Кунтаркалинском, Кайтакском, Карабдахкенском, Казбековском, Хасавюртовском, Дабасаранском, Кизилюртовском районах и в городах Махачкала, Каспийск и Дагестанские огни. Муслим Телекавов в своем докладе также отметил, что по некоторым объектам существуют риски срывов сроков сдачи. В частности, по школе на 400 мест в селе Луткун Ахтынского района, где имеются проблемы с водоснабжением и водоотведением. Чтобы у нас ничего не осталось, кроме воды, с которой мы будем сегодня-завтра решать. Есть и администрация района, вы тоже вместе, вот таким составом, представитель подрядчика, директор школы, вы и местные специалисты Роспотребнадзора. Завтра же еще раз пройдитесь, если есть какие-то, сразу давайте знать, чтобы мы могли принять меры совместно с ДВСУ, с дирекцией. Есть проблемы и по ряду дошкольных образовательных учреждений, в том числе и по детскому саду на 120 мест в селе Сагасида и Бух Кайкенского района. Детский сад получил отрицательное заключение Роспотребнадзора. Число вагонов в электричках Махачкала-Дербент увеличится с 4 до 6. Новый состав будет запущен с 8 августа. Связано такое решение с увеличением пассажиропотока на маршруте. Ранее в соцсетях появились кадры переполненных вагонов, где пассажиры жаловались на нехватку мест. Впоследствии республиканские власти обратили внимание на проблему. Методы решения ситуации обсуждали на совещании с участием премьер-министра Дагестана Абдул-Муслима Абдул-Муслимова, заместителем гендиректора РЖД Николаем Федосеевым. На совещании стороны говорили о необходимости обеспечивать комфортные условия для перевозок в условиях роста туристического потока. В горах Дагестана сезон абрикосов сменяется персиками. Урожай обещает быть богатым, но есть и проблемы. В гостях у садауда побывала наш корреспондент Малика Курбанова. Она и расскажет подробнее. Сегодня в горах не только собирают персики. Сезон сушки абрикосов в самом разгаре. Это особая пора и единственный шанс спасти абрикосовый урожай. Обычно серые, они вмиг превратились в желтые, оранжевые, почти красные, будто сменили наряд. Вот так вот выглядят черкотинские крыши сезона абрикосов. В ауле Тантари Гумбетовского района собираем первый в этом году урожай персиков и с трудом поспеваем за последними абрикосами. В какое бы село ни попади, в какой сад ни зайди, только и слышно об абрикосах и персиках. Еще бы, в этом году большая радость. Небывалый урожай за много лет. Только радость эту омрачает проблема сбыта. И это тот самый случай, когда богатый урожай – проблема. Проблема в том, что вот такой урожай нет, некуда. Заводы не работают. Есть вот здесь в соседнем селении, черкотинский консервный завод, не работает. Есть на том стороне, плоский консервный завод, не работает. Нет, людям сбивать места нет. Сад Саиду Шамилову остался в наследство от прадеда. Саид не единственный, кому достается такое богатство. В горах чуть ли не каждый сад – семейное завещание. Работа здесь начинается с восходом солнца и до последних лучей. Если не успеть вовремя, от фруктов ничего, кроме косточек, не останется. Кстати, из косточек готовят главный дагестанский десерт – урбеч. И на крышах кумбетовских домов сегодня не только сушатся абрикосы, но и подсыхают косточки. А это нелегкий труд, чтобы это все расти, вот это все обрезки, поливки, вот это все. Сад – это и место работы, и место отдыха, где собирается вся семья. В отличие от сада, этой печи не так много лет, и каждый день в ней румянится хлеб. Готовится, как в старину, на дровах. Хозяйка Зайнап хранит рецепт от прабабушки и говорит, что ничего особенного. Мука, свежая сыворотка, соль и немного любви. Малика Курбанова, ННТ, Гумбетовский район. Фестиваль «Андийская бурка» прошел в Ботлихском районе. Вдоль озера Казиной Ам были развернуты более 20 сельских подворий. Местные жители, а также гости и участники праздника могли увидеть старинные ремесла, национальную одежду и предметы старины. Кроме того, на праздники были развернуты столы с многообразием национальной еды. На берегу живописного озера собрались творческие коллективы и исполнители народных песен с разных уголков нашего региона и не только. Более 200 самобытных артистов, представители различных фольклорных коллективов, хореографических ансамблей, вокалистов, мастеров Дагестанской и Чеченской республики встретились на одной сцене. Танцоры и певцы подарили зрителям яркую и зажигательную концертную программу. Музыка Музыка Фестиваль посетили также официальные лица. Проводя данное мероприятие, мы стали главной целью объединения наших народов и укрепления дружбы между народами Дагестана, Чеченской республики и других регионов через нашу многогранную, богатейшую культуру. Мы все знаем, что культура создает нацию, и нация жива, пока жива и сохраняется ее культура. И, безусловно, понимая это, мы делаем все от нас зависящее, чтобы сохранить и передать этому более молодому поколению все самое ценное и прекрасное, что оставили нам наши предки. Это наши обычаи, традиции и культурные ценности, которые мы все бережем и стараемся передать в том неизменном виде. Конечно, сегодня новое время, новые требования, но мы никогда не должны забывать свое прошлое. Мы видели здесь, как наши предки жили, как наши предки обустраивались, какие у них были культуры и традиции. И здесь была показана вся та красота, искренность, чистота души, братство, дружба, то, что нас объединяет. Ударная техника разных единоборств, яркая борьба в стойке и партере. В городе Дагестанские огни прошел 11-й турнир промоушена Universal Fighters Selection. Для местных жителей турнир стал настоящим праздником. Октагон установили на центральной площади города. Зрители увидели 8 профессиональных поединков. А высокой конкуренции говорит то, что в трех из них победитель определялся в экстра-раунде. Почетные гости турнира, известные бойцы ММА Гаджи Амаргаджиев, Мансур Малачиев и Магомед Маликов, отметили высокий уровень не только профессиональных бойцов, но и любителей. Здесь же перед началом основных боев проходил отборочный турнир равный против равного. Наша основная цель, как мы всегда говорим, это помощь в продвижении наших спортсменов. Мы организовываем такие площадки, такие турниры, стараемся продвигать наши новые молодые таланты. На самом деле Дагестан всегда славился и славится достойными спортсменами, достойными талантами. Поэтому считаем, что такие мероприятия, они необходимы. Эти турниры проводились в Москве, Ижевске, в других регионах нашей страны. В прошлом месяце проходил в Махачкале и сегодня мы, как видите, здесь в дагестанских огнях. На самом деле сегодня значимый день для нашего города. У нас в городе подобный турнир международного уровня проходит впервые. И я вдвойне горд и рад, что инициатором этого мероприятия явились и наша общественная организация ВАТАН совместно с администрацией и с ЮЭФ-лигой, универсал-файтером. Поэтому я думаю, это у нас не последний турнир. Это только начало той длинной, большой, уверенной дороги, по которой мы сегодня идем. У нас запланировано и на этот год, и на пять лет вперед очень много мероприятий подобного характера. Чемпионат Дагестана по шахматам на призы первого президента Дагестана Мухуалиева стартовал в Махачкале. Соревнования собрали более 60 игроков. Республиканский чемпионат – главный турнир в шахматном календаре Дагестана. Впервые соревнования на призы Мухуалиева провели в 2015 году. С тех пор он из года в год набирает свою силу и популярность. Со стартом турнира участников поздравили представители Минспорта и Городского спорткомитета. Руководитель шахматной федерации Джакай Джакаев напомнил собравшимся о последних достижениях в этом виде спорта. Очень важно, что такие турниры есть. Благодаря этим турнирам наши дети стремятся к каким-то новым знаниям, новым результатам. Они пытаются бороться со взрослыми на равных. И это дает свои плоды, как уже сказал Зинал Махмудович, в этом году и в прошлые годы у нас есть очень серьезные результаты. Впервые в истории дагестанских детских шахмат чемпионом России в апреле этого года стал Тимирбеков Таймас, который будет в сентябре уже совсем скоро, через полтора месяца, представлять Дагестан и Россию на первенстве мира в Батуми. Игроков также приветствовали первый олимпийский чемпион по вольной борьбе на Северном Кавказе Загалав Абдулбеков и сам Муку Алиев. Именно лучших шахматистов чемпионата Дагестана станут известны 11 августа. Убежден, что и этот турнир, как и предыдущие все чемпионаты, пройдут в честной борьбе, в атмосфере уважительного отношения к соперникам, в такой творческой атмосфере, хорошей. Действительно, не надо даже быть шахматным аналитиком для того, чтобы понять, что шахматы динамично развиваются в Дагестане. Наверное, это никто не будет оспаривать. Наверное, никто не будет оспаривать и то, что молодеют шахматы в Дагестане. Это мы помним несколько лет тому назад этот зал и даже по сегодняшнему залу видно, что этот процесс происходит. И это очень хорошо. Это все к этому часу. Смотрите нас во всех соцсетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин